О событиях в крае его столицы расскажут корреспонденты информационной программы «Наши новости» и мы, ведущие Татьяна Динер. И Гирилл Политов. Добрый вечер. Прямо сейчас о главных темах коротко. Молодецкий старт. Бородачей в Барнауле выбрали самого быстрого, креативного и волшебного Деда Мороза. Переделка квартиры по-своему, стихийный полигон ТБО и внеплановая заморозка дома о заложниках коммунальных ситуаций в хрониках быта. Мы хотим, чтобы нам разрешили зайти туда, поставить обогревающую тену, изолировать трубы. Кулак дружбы. За какие награды сошлись в битве востоковеды? У тебя желтый пояс. Что он означает? Желтый пояс – это как начало. То есть ты только начинка? Да, я только год занимаюсь. Пожалуй, главной новостью наступившей недели можно назвать то, что работать в уходящем году нам осталось совсем немного. Буквально через несколько дней наступят новогодние каникулы. Поэтому сегодняшний выпуск мы решили начать с темы праздничной и даже волшебной. Тряхнули стариной или стартанули по-молодецки. В Крайовой столице состоялся юбилейный пятый забег Дедов Морозов. Марафонцы вышли на старт в полном новогоднем снаряжении, а Юлия Филатова в роли Снегурочки выяснила, кто оказался самым выносливым и быстрым дедушкой. В процессе отборочных этапов их осталось только четверо. К забегу Морозы готовились долго и тщательно – больше месяца. Обучились гриму, костюму, волшебству, сочинили новогодние поздравления и визитки к выступлению. А еще каждый дедушка приобрел узкую специализацию. Мед Мороз, я здоровье вам принес. Вот и познакомились. Среди марафонцев оказались Дед Мороз, мастер с мастерицей, тех Мороз и Снегаечка, Мед Мороз и Снегурочка-Мензурочка и заграничный гость Санта-Клаус. Перед стартом участники сменили валенки на коньки. И для кого-то это стало самым настоящим испытанием. Если Дедам Морозам на всех этапах состязания нужно проявить спринтерские способности спортсменов-конькобежцев, то Снегурочкам нужно просто оставаться дедушкиными помощницами, быть нарядными, добрыми и желательно легковесными. Раз, два, три! Двести метров невольным стилем, с мешком в руках и скороходах-коньках. А еще со Снегуркой в санях. Кому-то мешали коньки, кому-то борода, но каждый Дед стремился к победе всеми возможными способами. Самым быстрым и ловким оказался Тех Мороз. Он-то и унес чемпионскую медаль и лавры победителя в нынешний новогодний канун. С пяти лет на коньках, наверное, это и помогло. А что самым сложным было? Какой этап? Этап, когда нужно нести санки и мешок одновременно. Неудобно слегка. Ну а главное, это поддержка нашей группы, поддержки наших друзей. Вот они волки. Юлия Филатова, Николай Шилко. Наши новости. Что ж, для кого-то праздник, а для кого-то пока еще будни. Никакой экономии, но об этом жильцы барнаульской многоэтажки задумываются в последнюю очередь. Главное, говорят, не замерзнуть. Ведь если в квартирах хоть на несколько минут выключить воду, горячую или холодную, то потом ее можно и вовсе не дождаться. Мой коллега по дикторскому цеху Кирилл Политов вновь опередил коммунальные службы и готов представить очередную серию «Хроник быта». Вода теперь у нас бежит и не перекрывая кран, чтобы снова не переморозить трубы. Такие предписания оставила после себя аварийная бригада, когда специалисты кое-как спасли здание от полной заморозки, а потому у жителей дома по улице Никитина что на кухне, что в ванной, картина одна – бесперерывный поток воды. Да, это, конечно, не экономично, зато надежно и практично. Некоторые жильцы склонны винить во всех своих бедах новоявленных соседей. Якобы те купили квартиру, переделали под офис, но бизнес, видимо, не пошел. В итоге хозяева съехали и, кроме техники, зачем-то прихватили с собой окна и даже батареи. Жизнедеятельность многоэтажки в аномальные морозы оказалась под угрозой. Мы хотим, чтобы нам разрешили зайти туда, поставить обогревающую тену, изолировать трубы. Одни строят и ломают, а другие недовольны. В здании по адресу проспект Ленина, 91, еще немного, и, возможно, дело дойдет до рукоприкладства. Конфликт разгорелся из-за якобы незаконного ремонта одного из жителей. И фабула такова. Хозяйка квартиры затеяла перепланировку, но, как говорят местные, с ними свои планы не согласовала. Превратила печку в груду кирпичей и, вдобавок, в стене прорубила два выхода. Соседи обеспокоены. Как бы старенькое строение от таких кадровых переделок попросту не рухнуло. Я беспокоен тем, что нет документов, разрешающих делать перепланировку и, тем более, входной узел. Я вот этим беспокоен. Если все будет по закону, нет вопросов. Но она не сказала ни на собрании. Мне лично она сказала, что она собирается сделать лоджию. Одна дверь на лоджию. Я сегодня зашел, был просто шокирован. Оказывается, две двери. Стены, естественно, какие-то снесены по той простой причине, что это перепланировка. Перепланировка законная. Никаких несущих конструкций не затронуто. Здесь были два инженера. Проект делает. Институт наш проектный. Просто он находится в работе, потому что перепланировка еще не закончена. И на закуску мусорная горка. Коммунальщики, по всей видимости, затратили не одну неделю, чтобы она разрослась до таких пределов. Говорят, что ее даже облюбовали дети. Вечерами устраивают здесь игры. Например, войнушку. Некогда уютный дворик превратился в стихийный полигон ТБО. Жил мне сказали, что у них проблемы какие-то с вывозом. Конкретно ничего не сказали. Конкретно ничего они мне не сказали. В итоге жильцы оказались заложниками свалки. От грязных оков спасти их может разве что только Чудо или Дед Мороз. А больше, похоже, им в преддверии Нового года и не на кого надеяться. Кирилл Политов, Николай Шилко, Андрей Печоркин. Наши новости. К другим темам. Родила, задушила и выбросила в мусорный контейнер. А теперь поплатится за содеянное. Страшный сценарий событий развернулся в Новоалтайске еще в начале 2012. 8 января на полигоне бытовых отходов нашли тело новорожденного ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». А сыщики сразу выяснили, что беременную женщину видели в частном секторе Новоалтайска, неподалеку от которого, предположительно, и состоялись роды. Почти год потребовался правоохранителям, чтобы установить личность нерадивой мамаши. Опросили десятки семей. Более 600 человек подверглись проверке ДНК. В итоге женщину установили. Вскоре ей будет предъявлено обвинение за убийство новорожденного ребенка. Женщине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Продолжаем выпуск. В Рубцовске завершается строительство снежного городка. Чтобы успеть к празднованию самого главного события года, художники работают без перерывов в любых условиях погодных. Подробности в сюжете Анастасии Юриной. Часть снежного городка скульпторы превратили не во что иное, как в джунгли. Поскольку символом 2013 года является змея, то ярче представителя, чем удавка из детского произведения Маугли, они не нашли. Так он и появился в самом центре площади в паре с Медведем Балу и Пантерой Багирой. Из мультфильма Маугли, да, мы посчитали, что это наиболее яркий такой интересный персонаж, узнаваемый для нас. И поэтому мы взяли именно вот эти фрагменты мультфильма, вот эти основные персонажи. Ну, дальше традиционные фигуры – это Дед Мороз и Горочка. Ну, там на периферии у нас будет два гномика, тоже, в общем-то, такие сказочные персонажи. Ну, и дальше, скажем так, здесь яркий игровой момент, то есть горки, лабиринты и так далее. То есть, все-таки это, в первую очередь, для детей. На создание снежного городка пяти скульпторам было выделено всего 11 дней. Сейчас большая его часть уже создана умелыми руками мастеров, которые не боятся ни сильных морозов, ни пронизывающего ветра. Техника помогала скульпторам только утрамбовывать снег в короба и увозить лишний. Все остальное лопатами и лезвиями вручную вытачивают рубцовские умельцы. В этом году впервые вокруг елки было образовано 4 столба из ледяных блоков. Впоследствии в них засветятся огоньки. Опыт других городов не мог не понравиться рубцовским скульпторам. Они говорят, что постараются еще сделать и ледяные фигуры. Мы не уложились немножко по срокам. И лед на водоем был слишком толстый, и пилы просто не справлялись, не получилось. Хотя частично мы все-таки попытаемся это реализовать. В частности, у нас будет 4 фонаря вокруг елки и 2 фигурки, не сложные пока. Мы хотим отработать технологию. За строительством снежного городка ежедневно следят взрослые ребятишки. Детвора уже сейчас осваивают горки и лабиринты, любуются красавицами елочками и фигурами-гигантами. А некоторые дети уже для себя расставили приоритеты. Вань, подскажи, пожалуйста, вот ты здесь на снежном городке чего делаешь? Я хожу просто. Смотришь? Да. Скажи, пожалуйста, вот какие фигуры сейчас есть, тебе нравятся? Мне все. А больше всего какая тебе нравится? Лучше всего Дед Мороз. Почему? Не знаю. Красивый? Да. Анастасия Юрина, Геннадий Лобзин. Наши новости. Журнал «Дорогое удовольствие» в Барнауле традиционно к концу года подготовил призовые кристаллы. Ими отмечены люди и события, создающие новый облик родного города и края. Зрители смогли оценить яркое фэшн-шоу с лучшими коллекциями бутиков города. Флёр-делюкс, Дэнди энд-леди, эстет, гардероб, гламур. Церемония вручения премии «Лакшевилайфстайловодс» 2012, дамы и господа, включает следующие номинации. Компания года, благотворительный проект года, организатор года и номинация «Гурмая стайл». Победителей выбирать очень всегда сложно, потому что это очень большая ответственность. Поэтому в этом году особенно сложно, потому что у нас сразу 4 победителя из 25 номинантов. Почётная премия – дань уважения к специалистам своего дела, их организаторскому таланту, любви к родному городу и стремлению сделать его лучше и современнее. Татьяна, а давай проверим теперь твои знания корейского. Как неожиданно. Вообще-то я его не знаю, но давай попробуем. Вот что будет, если соединить в одно слово ногу, кулак и искусство? Могу только предположить. Наверное, это искусство какого-то боя. Ну, угадала почти, почти. Получается, означает это тэквондо. В Барнауле те, кто встал на путь совершенства, решили выяснить, кто из них лучше изучил законы восточного единоборства. А Юлия Филатова оценила мастерство владельцев цветных поясов. Поклонники азиатского искусства от шести и старше сошлись в двух программах – комплексе «Тхиль» и поединке «Массоги». По закону жанра побеждает тот, кто использовал ноги и руки активнее своего соперника. Но ведь и проигрывать тоже надо уметь. Однако обидное поражение в некоторых спаррингах оборачивалось обильными слезами. Все-таки не женское это дело – кулаками махать. У тебя желтый пояс, что он означает? Желтый пояс – ну, это как начало. Ты не только началась? Да, я только год занимаюсь. Меня мама всегда повела, ну, и я согласилась. Ну, это хорошо. Это хорошо? Да. Ну, разбивает волю. Волю духа. В итоге разыграли 50 комплектов медалей. Хватило практически всем, в том числе и гостям из Тюмени, Бийска и Горно-Алтайска. Ведь впервые за несколько лет на чемпионат заявились бойцы из других городов. Всего 250 спортсменов. Два комплекта кубков и почетные грамоты нашли своих героев. Но главная награда все-таки впереди. На данных соревнованиях каждый год формируется сборная края, которая представляет успешно наш регион на чемпионатах России и международных турнирах. Огласим результаты. Выбили золото, искусно соединив ноги и кулаки, барнаульцы Павел Ильясов, Дмитрий Кротов и Анатолий Бгавин. Вместе с теми, кто занял почетные вторые и третьи места, они войдут в состав сборной края. Юлия Филатова, Александр Антропов. Наши новости. Что ж, таким был первый день последней трудовой недели 2012 года глазами наших корреспондентов. На очереди местные новости бийских и рубцовских коллег. А зрители краевой столицы еще ждут реплика Михаила Гундарина, которая посвящена сегодня динамике уровня жизни в уходящем году, а также житейские истории. Маргарита Белова в преддверии праздников уже начинает зажигать вместе с известным в Барнауле фаерменом Александром Блейзом. Не пропустите также прогноз погоды. Олеся Фролова знает, надолго ли отступили морозы, а мы Татьяна Динер. И Кирилл Политов, прощаемся с вами до завтра. Это будет вторник или седьмой день до нового года. Начинаем обратный отсчет. До свидания. Здравствуйте. Продолжаем подводить итоги года. Сегодня, а может быть о самом главном, то есть об уровне жизни нас с вами, жителей Алтайского края. Вот скажу сразу, по данным статистики, правда, предварительным он поднялся, но не так, чтобы очень. Вот что нам сообщает по этому поводу Крайстад. 12 тысяч 473 рубля. Такой доход получил средний житель края за январь-октябрь этого года. За январь-декабрь предыдущего 12 379. Почти 100 рублей в плюсе. Еще больше выросла средняя заработная плата. С 14 без малого тысяч за 2011 год до 15 с лишним за 10 месяцев 2012 года. Ну, то есть динамика положительная. И больше стали получать в бюджетной сфере. На всех производствах, ну, может быть, чуть меньше, чем в прошлом году в сельском хозяйстве. Другое дело, что речь-то идет о зарплате начисленной. А вот с выплаченной не так однозначно. Например, по данным того же Крайстада, долги по зарплате в ноябре 2012 составили аж 40 с лишним миллионов. А вот год назад, в ноябре 2011, всего лишь 15. Но это, впрочем, дело поправимо. Примеров там мы видели немало. Хуже другое. Отставания от соседних регионов преодолено не было. И при такой динамике, полагаю, в ближайшее время будет едва ли. В Алтайском крае самая низкая заработная плата в Сибири. Больше нашего получают даже в Республике Алтай. А чемпион тут Красноярский край. Почти 28 тысяч против наших 15 с лишним. А реплика сегодня звучит так. Вот по статистике, да и, пожалуй, по жизненным наблюдениям, беднее в уходящем году мы не стали. Ну и слава богу, даже немного стали богаче. Но вот прорывного улучшения жизни в Крае мы не получили. Получим ли? Вопрос. До Нового года осталось считанные дни. Какими же долгими они кажутся? Большого праздника хочется уже сейчас. Чтобы зажечь последние трудовые будни в этом году, программа «Житейские истории» отправляется в гости к самому зажигательному человеку Барнаула – файермену Александру Дементьеву. Больше известному в клубной тусовке как Александр Блейс. Можно ли из маленькой искры разжечь любовный пожар? И при чем тут? Сила мысли, кино, цветы и лошади. Слово предоставляется нашему герою. Вообще, мы знакомы очень давно. Сколько примерно? Да, вот это, наверное, 4-5 лет. Да, это около того. Это очень интересная история. У меня был день рождения, мне было 20 лет. Сила мысли, да? Мысли, а не материальные. Но вот был день рождения, 20 лет, а мы отмечали в командоре. И Саша как раз там выступал. Ну, вот и мелькнула в тот момент у меня, мыслила, что неплохо было бы с ним пообщаться. Вот пообщались. Теперь живем вместе. Да у меня это щелкнуло как бы давно, что мое-то. По каналу так вот, как бы мягко так сказать. А ты вот скажи. Выпендрилась, грубо говоря. Но потом спустя время, правда, как одним общим идеям, ценностям подросли, что ли, можно так назвать. Подросли, наверное. Ну, подрослели. Ну, и потом вот встретились и поняли, что очень даже нам хорошо вдвоем. И мы гармония такая, что мы вдвоем проводим очень много времени постоянно. Нет желания будем смыться там. Первый раз конфетно-букетный период. Ну, это там прям, там, такая романтика. Готовил меня там постоянно. Я там то, я там это, там для тебя. Хочешь? Ну, ходили везде, конечно, там всякие сюрпрайзы. Ну, а сейчас у нас такой серьезный конфетно-букетный период. Вот. Вы готовитесь к свадьбе? Да. Да? Да? Да. Я такая, да. Кто здесь? Какая свадьба? Продолжение руки сердца было уже? Вот. Было. Он у тебя, смотри, мальчик такой видный, симпатичный, выступает. Поклонницы есть? Ну, конечно, есть. Как ты справляешься с этим? Никак. Он подошел у меня из поклонников. Вот. А ты думала? Так, ну, понятно. Ну, а как? Я тоже ничего. Ну, на самом деле никак. Ну, как, ну, ну, я уверена в человеке, поэтому. Я же не буду держать. Если вдруг что-то случится, значит, так должно было быть. Не дождешься. Ну, вот. Он очень мягкий дома, очень заботливый, очень хороший. Конечно, на сцене я всегда, ну, тоже часто бывает, езжу смотрю, потому что я езжу смотрю, и как в первый раз, вот каждый раз, как в первый раз. Вот смотрю, и я, кажется, думаю, Господи, как он это делает? Мне непонятно, мне непонятно, как можно, как это можно сделать вообще. Он всегда минус 35. Да. Он в шоу выступал. Он на сцене голый, ну, полуголый, да. Я не представляю, мы тут шли минус 36, и там в шубе, в шапке вся там укутана, и просто, и думаю, а Сашка ведь вчера работал. Ну, на тот момент, когда минус 35, в принципе, и у тех, кто же коллег, мы, которые тоже работают, наверное, в этот период какой-то адреналин, что ли, в кровь выбрасывается, и, в принципе, мороз особо не чувствуется. После, когда ты выступил, сходишь со сценой, понимаешь, что у тебя отморозились уши и пальцы на ногах и на руках. Здесь-то тянуло что-то поджечь. Бабушка постоянно, по-моему, меня гоняла за спички, то, что там же в деревне печка есть, да, и все это разжигать. Вот, и как-то потом случайно в интернете увидел видео, одно интересное, то есть выступление. Потом узнал, что у меня знакомая очень хорошая, говорит, я в театре огня, говорит, вот я это попал случайным образом. И, в принципе, достаточно быстро мне эта вещь. Меня вдохновило, и все, я весь там. Ты боишься? Огня? Вот, хороший вопрос. По поводу огня, естественно, страх есть, потому что огонь – это стихия, и пренебрежение влечет за собой последствия. Поэтому страх есть, но панического страха, как у некоторых людей, просто, ну, разная. Градация, так скажем. То есть я знаю, что может огонь себе нести, какие последствия может понести, халатное обращение с ним. Ну, такого панического страха, что алатное обращение с ним, такого нет. Кино. Кино, да. Мы очень любим фильмы, мы очень любим книги. Кинотеатры у нас постоянно ходим. Да. Кино у нас разная тематика, книги у нас пока что больше, наверное, на саморазвитие, можно сказать, на бизнес-тематику, на саморазвитие личностного роста. Это больше такие. Ну, и постоянно, я знаю, обсуждаем, садимся вдвоем, пьем чай, и часа полтора можем говорить обо всем подряд. Да, больше. Даже больше. Просто обсуждаем, 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 обсуждаем. Что-нибудь интересное, там, свои какие-то, как положим, волнения, переживания, какие-то победы. То есть обсуждаем, для чего это получилось, как это получилось, как за какие-то результаты. То есть такой психотренинг у нас постоянно дома идет, и это правда очень здорово, это очень хорошо. В общем, поздравляю, процитовоство. Я созерцаю, радуюсь, наблюдаю, а Дина ухаживает. Молодец. А я пересаживаю ногти в земле, поливаю, удобряю. Это вся часть моя. Совместное занятие у нас такое еще есть. Дина пока тепло было, занималась у нас конным спортом, но занимается сейчас, пока холодно. Да. Сейчас в минуте-то зиме, холодно, правда. То есть мы едем на ипподром, Дина занимается. Саша стоит. А Саша опять стоит, созерцает, радуется, наблюдает. Не, ну иногда он может там по воду ее поводить. Это вот такой, кстати, для нас очень хороший уголок в городе, то есть ипподром, когда приезжаешь, такой ученик, вот ты не в городе, а такой уютный, вот такой деревенький. А у вас есть какие-то в жизни правила, свои правила, которых вы придерживаетесь? Конечно, есть. Есть. У меня главное правило – никогда не унывать. То есть всегда смотреть позитивно. И с каждой негативной ситуацией вытаскивать урок, который, если урок есть, значит это уже позитивно, это уже хорошо. Так это вот именно в таком русле мыслить. Дина. У меня, наверное, самое главное – это что никогда не обманывать людей. Ну не обманывать, не предавать их и по мере возможностей помогать, да? Ну как бы кому-то словом, кому-то действием. Ну вот не знаю, мне прям принцип жизни не обманывать. Я не уважаю людей, которые там что-то лгут, лицемерят. Это вообще, это не мое. Вы представьте сейчас, что у вас есть единственная возможность сказать друг другу что-то самое важное. Что вы друг другу скажете? Я тебя люблю. Я тебя люблю. И буду с тобой всегда. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!